К дню города и района улица Краснознаменская в Щёлкове поменяет облик. В непосредственной близости от неё строится многоэтажный жилый комплекс. Закладывается фундамент в основании первого в нашем районе диализного центра. Реконструкция Краснознаменской решит сразу несколько проблем – отсутствие поблизости парковочных мест и замена износившихся дорожного полотна на проезжей части и тротуаров. За год из-за сколов на плитке получили травмы шесть человек. После обновления число несчастных случаев должно сойти на нет. В субботу по Краснознаменской прошёл руководитель районной администрации Алексей Валов. Работы на улице идут полным ходом. Ведётся замена асфальтового покрытия. «Застройка точечная, стеснённые условия, то есть машины практически парковать негде. Для этих целей это всё и задумано. Плитка на тротуарах будет снята полностью и заменена на асфальтобетонное покрытие». Краснознаменская станет удобной для передвижения не только пешеходов, но и любителей спортивной езды. Другой уровень благоустройства получат новосёла, которые переедут сюда из ветхого дома номер 19 по первому советскому переулку. «Дорожное полотно будет поменен, это разбитый бордюрный камень будет поменен, расширено парковочное пространство. То есть вот те жители, которые там заселяются в этот дом из казарма, они, конечно, получат другой уровень благоустройства». Ко дню города и района застройщик жилого комплекса «Горизонт» планируют завершить благоустройство Чкаловского пруда в одноимённом микрорайоне. За лето вдоль восточной стороны водоёма были вымощены дорожки, смонтированы освещение, установлены лавочки и урны для мусора, высажены газоны. Как сказал Алексей Валов, это будет первый элемент благоустройства будущего Чкаловского парка. «Будет пользоваться большей любовью горожан, потому что они увидят, что он удобен для них, что у него комфортно. Будут удобные, комфортные внутридворовые пространства, площадки, стоянки, освещения. Люди поймут, что они живут уже на уровень комфортности выше». После выездного совещания Алексей Валов встретился с садоводами Чкаловского района. Самых трудолюбивых Алексей Валов наградил знаками отличия администрации Чкаловского района с благодарностью. Награду получили 8 председателей садовых и огородных товариществ. «Я вас всех поздравляю. Поздравляю с тем, что у вас такая активная фаза сейчас идет уборочных работ. Знаю, что хороший урожай в этом году яблочный собрали. Знаю, что мы уже проговорили с Анатолием Николаевичем и дадим вам возможность, если вы захотите, конечно, этот урожай продать». Нагрудным знаком за Содружество Московского областного объединения организации профсоюза в педагоге отметили председателя правления Союза садоводов района Анатолий Штоколова. Союз оказал поддержку в оформлении участков ветеранов педагогического труда. Михаил Налётов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щёлково».